Заброшенная церковь В 2002 году один человек нашел у себя на чердаке икону с золотыми вставками, там были отделаны руки, ним, и он захотел ее продать. Что было потом, просто на виве для меня ужас. После того, как он продал эту икону, в доме начались твориться ужасные вещи. Хлопали двери, без конца кто-то ходил по чердаку, постоянно слышались странные звуки. Очень удивительная история. После того, как его сын остался в доме один, он сидел кушал. И в этот момент зашел какой-то человек и спросил отец дома, и он ответил, что нет его, как бы нет в доме. Начал кушать дальше, и только он поднимает свой взгляд, а человека уже нет. Следом в дом заходит отец. Прошло буквально меньше минуты. И сын ему спрашивает, к тебе заходил твой друг. Вы с ним виделись? Отец говорит, что никого не видел. Фантом ли это был? Какое-то воплощение какой-то сущности неизвестно. Сегодня я отправляюсь в этот дом провести там ночь. И, возможно, понаблюдать за тем, что там происходит. Концовка этой истории такова, что отец выкупил эту икону назад, замотал ее в тряпки и убрал на тот чердак, на котором нашел. Только после этого на время в этом доме прекратились эти события. После чего они продали этот дом, съехали оттуда. И будущие жильцы, которые заезжали туда, наблюдали те же самые явления, которые были после продажи иконы. Продолжение следует... Так, всю историю вы уже знаете. Я прибыл в этот дом, пролез через огромный бурьян. Сегодня я не один, потому что, чтобы добраться сюда, нужна была помощь. Вот здесь в коридор выходить мы вообще никак не сможем, потому что там огромное осиное гнездо. И Женек сейчас просто разбирался реально со всеми осами, которые были здесь внутри. Он всех поубивал. Меня укусило пару штук в руку. Сейчас я вам покажу немного дом, в котором... Собственно, здесь все происходило. И эта икона, которая... Из-за которой все это, как бы... Жесткий ветер начинается на улице. Мне кажется, сейчас вот вольет дикий дождь. Что удивительно, мы пробирались сюда, и... Было огромное зарево из... Грозы. Грозы, жесткого ветра. Он уже начинается снаружи. И мы попали прямо, знаешь, придется типа попасть вот именно в тот момент, когда я сейчас снимать ролик, да, и начинается вот именно погода вот такую тематику. Сейчас мы будем расставлять камеры. Посмотрим, послушаем звуки этого дома. И совсем немного времени остается до того момента, когда будет 12 часов ровно. Я что-то трою. В общем, мы сейчас... Будет страшно. Будет страшно, думаю. Да, не знаю, мелок. Дом очень страшный. Мне уже страшно. Нас Ленин смотрит. Так, ладно. Все, ставим камеру. И проведем пару экспериментов, попытаемся связаться. Если действительно здесь что-то есть, оно должно выйти на контакт, хотя бы какой-то знак подать нам. Очень приятно вернуться. Так, камера пишет. Ветер, знаешь, он снаружи теперь будет создавать такое, что будет казаться, что реально может ветка какая-то упасть или что-то, так что не будем обращать пока что-то на эти моменты внимания. И давай начнем с того, что мы сейчас с тобой попробуем, типа, подвязать нитку, иголку. Слышишь? Да. Как будто снаружи там этот компрессор какой-то там работает. Не, знаешь, как есть малоходные тракторы такие, вот как будто задали прям проезжают. Которые газонокосит? Да, да, да. Да, похоже. На этот раз, чтобы вы не думали, может поближе подойти, вот, чтобы вы не думали, что я как бы что-то кручу рукой, мы сейчас найдем какое-нибудь жесткое основание и подвесим за это. Может быть даже вот за эту люстру. Типа, чтобы она не шевелилась, и мы будем задавать вопросы, и в теории, типа, иголка, если здесь есть какая-то сущность, она повернет на да-нет. То есть, вот, вот такой вот способ, и мы им сейчас займемся. А, и зачем? А, да годится, слушай, это прям идеальный вариант. А давай стол подвинем. Да, прям это. Двигаем. Чтобы она прям посередине была. Вот так вот. Давай. Так, ну, в теории, это так. Вот это, это у нас подвешено к люстре. И сейчас мы навязываем сюда нить, опускаем ее на блюдце, и нам нужно отметить да и нет. Я сейчас попробую найти. Да, да, да. Это было бы идеально, потому что, мне кажется, сейчас мы запустили эксперимент, и мы приступаем к его. Так, все, сейчас главное не трястись. Это воздух, потому что может она шататься из-за того, что так же. Да, попробуем. Здесь кто-нибудь есть в этом доме? Если ты здесь, сдвинь иглу. Ну, мы просто в разные стороны. Чисто шатается и люстра на месте. Ну, это, наверное, из-за того, что воздух гуляет по комнате. Здесь кто-нибудь есть? Это икона? Ее здесь нет сейчас. Мы смотрели чердак. То есть, нет. Она просто исчезла после этого случая. И никто не знает, где она. В общем, я уж точно. Здесь кто-нибудь есть? Слушай, ну, не такой же действенный способ, на самом деле. Глупо надеяться, что она сдвинется, наверное. Хочешь что-нибудь спросить? Попробуй. Допрос задай. Может быть, у тебя получится. Ты все еще здесь? Что ж ты спросил? Она начала ходить намного активнее. То есть, поймите, что если даже я сейчас вот этот стол буду шатать, то есть, это никак не влияет на движение этой иглы. Ты что, дышишь так странно? Ты видел? Она прям вот так вот сделала. Чувак, а ты что? Ну, это ветер, вот этот вот железо гнет. Блин, страшно. Ты сейчас здесь кто-нибудь есть в этом доме? Кто-нибудь находится в этой комнате? Смой вопрос задаешь, и она начинает ходить. Ну, она ближе к да движется почему-то. То есть, вот это вот движение не куда-то, не вот так, не вот так, а ближе к да. Ну, допустим, давай расценивать, когда. Эта икона еще в этом доме? Устал. Угу, угу, угу. И движение прекратите. Вот когда мы спрашивали о том, что есть здесь кто-то... Юта, блядь, ты видишь это? Нет. Твою мать, нет, 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 нет. Она шевелится реально. Люстра на месте стоит. Смотри, 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 смотри. В натуре, леженек. Твою мать. Люстра на месте стоит. Блядь, это что за хуйня? Блядь, у меня было. Блядь, мне пи***ь, у меня сейчас сердце встанет, Джек. Реально? Я включал. Блядь, это что за хуйня, Джек? Блядь, на полном серьезе она вообще пи***ла. Я тебе вот на... Я серьезно не вру... Блядь, перестала, нахуй. Вот эта игла совершила непроизвольные движения, независимо от нас. Мы абсолютно не делали ничего для того, чтобы она пошевелилась. То есть она висит на... Можно подумать, что сейчас было, что я на нее отдохнул, и она из-за этого начала делать... Да, мы сидим против друг друга. Я специально... Да, вниз опускаю. Нет, в чем прикол. Мы сидим против друг друга, и если мы были дули, она бы шевелилась вот так. Она на меня пошла, понимаешь? То есть она стояла на месте, и... А ты-то молчал, ты-то молчал, и она в мою сторону на максималках. Давай, давай. И от этого началось это движение. Так, погоди, берем паузу. Я хочу разобраться в этом, потому что это странно. Это реально странно. Это максимально странно. Вот так она стояла. Вот так она стояла. И я задаю вопрос, и она просто начинает раз... Вот так вот делать, ну... Ну, чуть поменьше. Чуть поменьше. Вот так вот. Смотри, даже если я бы сидел... Вот я сидел... Стой. Стой. Да ну, нахуй, такого у меня никогда не было, блядь. Жек, стой, мне будет интересно. Сука, такой контент снимать интересно, реально. Так, погоди, 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 погоди. Запись шла. Все, все, все. Просто давай поймем. Так, начало бы выключить. Вот я сидел. Вот ты сидел. Я мог даже, если дыхнуть, то это... Нет, даже если ртом, в теории. Ну, нет, она сильнее была, реально. Она намного мощнее. Если я бы сильно дунул... Она сделала вот так. Вот, она хернула прям просто от всей души. И это не воздух. То есть, вот он сидел... Блядь, это не может быть, правда. Я реально, я просто... Да она не так сильно даже делала. Не, 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 не. Ладно, давай ладно, вот так вот развернем. Может быть, в этом какая-то суть. Нет, вот именно суть в том, что вот так вот видно. Да, потому что, если что, мы могли бы дунуть друг на друга, и она бы пошла. А так нет. То есть, тут нет никого. Тут вещи, но как бы нет. Знаешь, самое страшное в этой истории то, что вот за этим столом сидел человек. Ел обед. Спокойно себе просто обедал. И заходит какой-то мужик и спрашивает у него. Где твой отец? А отец его как раз тот, кто продал эту икону. А он сидит, ест, типа, ну, ты знаешь, как люди в деревне, типа, это же не город, то есть, все такое. И он, типа, говорит, ну, типа, не знаю, где он. И начинает хлебать, ну, типа, ложку. Глаза поднимает, а уже никого нет в комнате. То есть, вот здесь вот был, да? И ты видел, что мы заходили, там дверь, коридор и сразу выход. И это прям вот буквально 30 секунд, и заходит его отец. И он ему говорит, ты пересекся? Там к тебе знакомый заходил, тебя спрашивал. Он говорит, типа, ну, ты че, никто вообще ко мне не должен был заходить. И как он выглядел, и че? То есть, кто это? Что это было? То есть, это вот произошло просто вот в мгновении ока, и как это возможно? Ладно. Ладно, я так с прямом заканчиваю, потому что, ну да, че-то было. Бывает. Да, но дождь не прекращается идти вообще не на сколько. Время уже сколько, Жень? Сейчас, посмотри. Два часа 08 минут. Два часа 08 минут. Из того, что мы единственное, мы сумели здесь заметить, это только вот изменения с иглой. Жуткий ветер. Иногда что-то стучит по крыше. И сейчас, просидев здесь какое-то время, мы уже немножко измотались. Чувствуем, что, возможно, где-то к 4 мы ляжем спать, потому что, ну, ничего не происходит. И реально, сегодня вот такой вот откровенно честный выпуск. На максималках откровенно честный выпуск, потому что здесь нет ни грамма какой-то пустого. Здесь все ровно. И мы хотим попробовать один старый метод по вызову сущности, даже если здесь ничего нет. То есть мы сейчас берем зеркало. Из-за этого дома зеркало. Из-за этого дома зеркало. Жек, подснимай себя. Ну, типа ты говоришь, подснимай себя, не забывай. Мы нашли здесь зеркало. Вот такое зеркало. Оно двухстороннее. Это все замечательно. Мы сейчас устанавливаем это зеркало здесь. Я сажусь вот сюда. И мы попытаемся в этом зеркале с помощью свечи увидеть... Уже я ударился ногой. Увидеть отражение позори себя, если здесь действительно что-то есть. Мы не знаем уже, как реагировать, что делать. Мы попробуем сегодня максимум. И это, наверное, будет последний ритал. Если ничего не будет происходить, мы сидим еще 40 минут, 40-30 минут и постепенно засыпаем. Жека будет здесь, на этом диване. Я буду, ну, допустим, в том углу. Вот так вот мы его оставляем. Сейчас мы приступим к ритуалу и посмотрим, что из этого получится. Говорят, что, по сути, дьявол, ну, этих какого, призраков или каких-то демонических существ видно в проеме двери. То есть давай будем смотреть на проем двери. Может быть, нам повезет. Я бы вот так тогда сделал. Ты видишь? Да, я как раз проем вижу. Ладно, ладно. Я позади тебя. Я буду смотреть в ту сторону. Я за тебя буду смотреть. Давай вместе говорить. То, что находится в этом доме, типа, явись, явись, явись три раза. И ждем две секунды и повторяем, если что. Давай. Так. То, что находится в этом доме. Явись, явись, явись. То, что находится в этом доме. Явись, явись, явись. Похоже на какую-то лажу, да? Так. То, что находится в этом доме. Явись, явись, явись. То, что находится в этом доме. Явись, явись, явись. Явись, явись. Давай, знаете, без понтовы эту тему. Давай еще разок. То, что находится в этом доме. Явись, явись, явись. Да, такой себе. Еще абсолютно никаких. Жек, у меня распокус жесткий. На свечку или на зеркало сделаются? Так, куда-нибудь. Ну, по-моему, вообще так себе. Ну, вот этот эксперимент. Почему? Ну, что-то ничего вообще. Я не вижу. Да не, ну я в него изначально не верил. Он все равно. То, что находится в этом доме. Блядь, это что? Блядь, у тебя камера записала это? Не знаю. Знаешь, что-то включи. Включи. Да. Блядь, какая жесть. Блядь, все. Все, технику. Нет, нихуя. Может, чем-то? Я хуйная. Нет, ну реально у меня нет смысла. Никакой не было. Я помечу полу, джина-то, принято. У меня расколкус, блядь, опять. Дождь или каплю. Расколкус, ладно, пойдем. Че это с*** не было? Слушай, этот звук, вот этот звук. Мне обогнал? Не, не, не смешно, я страшный п***ц. Да, блядь, да ладно, криса какая-нибудь побежала, че-то. Ну-ка, давай пересмотрим твой, 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 то, что ты записал. Сейчас эту. Ну хуйня, блядь. Да, что, тут реально, я не знаю, знаешь, как бы, ну давай, зацени, ну, а что там может быть, крыса? На крысу, блядь, тяжко. Не, на крыду. Какая крыса? это был слишком стремный звук максимально стремный звук поэтому я не знаю как это объяснить даже если здесь я не понял мы в этот момент вообще говорили то есть понимаешь что это попробуй разобрать но мы в этот момент с того говорили я си весь и весь и вот это вот то что находится в этом здесь куча мы крысиного мышиного говна вот этого машина говнины да и это вполне могла бы быть тип крыс не за на куда она убежит здесь никаких норме слушай судя вот поэтому да может быть и мышка это крыс ну как бы тут нет ли я звук довольно тихий был малон а может ветка по крыше да нет ладно да потом пересмотрим потом все на на ноуте нормальных на нормальном звуке и потому что ну типа что и как я предлагаю просто посидеть послушать просто сидим слушаем и может быть что-то еще услышали нечет это устав устав уже не друзья реально вот мы уже сколько время же не блять а как рации как рации сработал может я погоди 2 где так это раз я была включена включена я ее оставил специально включены вдруг будут какие звуки это включена 2 сумкой 2 рации вот а вот она а вторая выключена и сейчас вот эта рация просто сработал ладно окей может быть какой-то глюк батарея кстати не разрежен они дают звук когда батарея разрежен так вот происходит микро какие-то маленькие вещи незначительные абсолютно кроме вот этого странного звука в коридоре это было странно и максимально странно было еще игла игла вот игла момент с иглой был тоже в старых домах всегда происходит как-то хуйня на счет ключи просто но на секунду пусть он будет вот сейчас ни с того ни с сего просто упала вешалка и хочешь я тебе расскажу чем секрет я знаю почему на сцене этот гость и просто выгнут вниз и она висела мы тут пока ходили все такое просто скачет вот таким вот образом и все всего на все мы просто выгибаем его обратно не но знаешь самый даже покрючила да просто но покрючила скажите с ты смотри а суть в том что это пресс произошло именно в тот момент когда мы приехали снимать ролик то есть она висела здесь все это время на протяжении извиняюсь сам просто сработала рация и потом падает вешалка да срабатывает рация и падает вешалка здесь 10 из 10 друзья просто 10 из 10 я верю я уже бы знаешь меня этот момент уже забавляет честно сказать ладно давай давай дальше слушать как бы даже на себя могу направить я буду постепенно вырубаться мод реально сколько было время 2 часа 46 за окнами же светает я думаю мы можем постепенно ложится спать если если здесь явно что-то будет жесткое то мы просто не сможем пропустить но пока все тишина да есть стран в кучу момент ладно что как заменить давай помогу давай же укладываемся и просто поваляемся немного по прислушиваемся потравим байки какие-нибудь друг другу там я не знаю поиска нравится потому что я во первых уже давно не снимал и мы сейчас в старом деревянском заброшенном доме который схват в очень хорошем сохране проводим ритуалы разные испытали эмоции очень сильные эмоции и мы сейчас поспим пару часов пару тройку часов до 9 до утра да нет мне кажется мы часов 6 все мы уже проснемся проснемся нам ехать еще 300 километров отсюда так что поспим и и друзья надеюсь этот выпуск вам понравился мы реально старались снять для вас сегодня случилось несколько странных вещей да но мы уже на монтаже все это разберем посмотрим как и и и